И, пожалуйста, откроем Евангелие от Иоанна четвертую главу. Эх, сейчас моя любимая проповедь будет. Моя любимая проповедь вообще из всех моих проповедей. Ну, или почти, может быть, самая любимая. Может быть, здесь и полюбимее. Но мне реально очень-очень нравится эта глава. Четвертая глава от Евангелия от Иоанна. Все знают, наверняка слышали больше, чем одну проповедь о самарянке. Верно? Да. Кто слышал больше трех проповедей о самарянке? Раз-то десять. Даже десять. Вот, видишь, уже опыт позволяет такие цифры называть, да? Церковную. Ну, кто-то сказал, что самарянка – любимая женщина проповедников. Вот у проповедников есть жены, есть самарянка, соответственно. Чтобы любить. Ну, давайте почитаем. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн? Помните, на прошлой неделе как раз я об этом говорил, да? Что была определенная ревность у людей. Как это так? Хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, Иисус только проповедовал, видимо, то оставил Иудею и пошел опять к Галилею. Возвращается Он на север. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Ну, Самария находилась, это район, который находился между Иудеей и Галилеей. Он поднимается наверх. Самарию можно было миновать, Самарию можно было пройти через Самарию. Большинство, скажем так, законников, людей, любивших особенную такую святость, они, конечно, предпочитали Самарию обходить стороной. Потому что они верили, что даже вот сама вот пыль на дорогах Самарии уже может их освернить. То есть они идут через регион, населенный самарянами. Фу! Ох уж эти грешные самаряне. Евреи многие считали, что самаряне грешнее язычников. Значит, историческая справка, кто такие самаряне? Задолго-задолго до этого, за несколько веков до этого, когда царь Набухадоносор там пришел, потом полководцы его приводили, они разрушили, значит, Израиль, Иудею разрушили, взяли там в плен, увели всех. И когда они всех в плен увели, они на эти земли пристали другие разные народы, чтобы эти народы там жили. Ну, с разных мелких народов набрали из покоренных ими и пристали, что вот, жирите вместо евреев. Но когда они там стали жить, в этой земле, то у них начали всякие несчастья происходить. Ну и местные, значит, политические деятели задались этим вопросом, то есть, а в чем дело, почему так столько бед на этих несчастных переселенцев? И кто-то пояснил им, ну это потому, что они не знают закона Бога этой земли, то есть, Бога Израиля. Израильтян увезли, а Бог-то тут типа остался. Они не знают Его законов, живут не по Его законам, поэтому и страдают. И тогда правитель распорядился, говорит, ну так, а что, давайте, значит, пускай эти переселенцы поклоняются этому Богу. Раньше вопрос просто решался, да? Очень просто. То есть, вот, есть земля, есть конкретный Бог в этой территории, территориальный Бог, ну и пускай они поклоняются этому Богу, да? Эти им те же самые книги, там, пятикнижие Моисеева в руки, пускай они зубрят, и пускай они живут по этим законам. Но стали эти люди иудеями, ну, так государство их записало в такую религию, стали они иудеями, ну, а что царь прикажет и будет, что начали они изучать Слово Божье, священники, значит, иудейские были специальные, по-моему, там, если я правильно помню, выписаны для этой цели, они их обучали. И те люди, ну, стали себя считать, вот, по-моему, иудеи, вот, те иудеи были наказаны и увезены, а мы теперь новые иудеи, вот, мы теперь, вот, Библию изучаем. Прошло такое-то время, Бог тех старых иудеев, они уже покаялись, они уже все, примирились, они уже говорят, Бог, мы поняли наказание, вот, 70 лет исполнилось. Бог старых иудеев выхращает на это место, и кого они там находят, привет, новые иудеи. И начинается между ними разногласие, начинается между ними несогласие. Старые иудеи говорят, вы кто такие? А новые иудеи говорят, это вы кто такие? Мы здесь уже, мы как раз, да, мы Библию читаем, вы оставили Бога, вот, мы читаем. Те говорят, а мы вернулись теперь, вот, Бог наш, он наш был раньше, чем ваш. Вот, ну, и начались между ними конфликты, самаряне говорят, вот, у нас есть место, где нужно поклоняться на горе. Ну, там какое-то историческое событие, было Ветхозаветное на горе, там, значит, они гляд в Богу произносили, и самаряне говорят, вот, именно на этой горе нужно поклоняться Богу. Ну, потому что, когда самаряне туда были перевезены, то, что было с храмом, кто помнит, храма не было, храм был разрушен. Тут иудеи возвращаются, они говорят, какая гора, вы че, надо построить храм, заново, восстановить храм. Они восстанавливают храм, говорят, нужно поклоняться здесь. И начинается у них еще, значит, больше-больше ком противоречия растет, и в конце концов, к тем временам, которые мы читаем, эти народы были реально друг с другом на ножах. Терпеть друг друга не могли. Серьезно. То есть, вообще, не могли друг друга терпеть уже. Хотя, вроде бы, одному Богу поклоняются, одну и ту же, ну, Библию, Ветхий Завет, там один это лучше читали. И у тех пяти книжек, у этих пяти книжек, вот, и, то есть, ну, Баса-то была одна. Ну, да, понятно, что они были два разных народа. Но одни были, так сказать, природные евреи, а другие были, так сказать, приеврейные. Вот, да, ну, ну и что? Ну, вот, не могли евреи никакой конкуренции в духовном вопросе себе терпеть. Поэтому у них постоянно, вот, возникают такие конфликты. И они считали, что вот есть евреи, есть язычники, язычники плохие. Но есть еще хуже язычников, есть еще и самаряне. Ну, это вообще уже никуда считали евреи. Но такое было у них богословие. Ну, Иисус идет через Самарию. Иисус не боится оскверниться. Это пускай тьма боится Иисуса, да, пускай скверно боится Иисуса. И Иисус идет прямиком через Самарию, ученики идут вслед за Ним. Фарисеи услышали бы, увидели бы это, за голову бы схватились. Как? Такой святой учитель, он себе выдается такого святого. И пошел через Самарию, который не боится испачкаться. Иисус не боялся испачкаться. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихари, близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу. Помните, может быть, кто читал в книге Бытие, когда Яков умирает, он заповедует Иосифу, говорит, там есть один участочек, я его своим мечом приобрел. Он твой будет, потом, когда вы вернетесь, говорит, он будет твой. И вот там город впоследствии возник. Там был колодец Яковлев. То есть тот колодец, который давным-давно, за много-много-много лет до этого выкопал Яковлев. Кстати, колодец цел до сего дня. И город этот Сихарь, там на том месте до сих пор стоит поселение. Конечно, все уже много раз изменилось, потому что сам Сихарь во время войн и набегов, и конфликтов неоднократно изжигали и разрушали, и что там только не было. Но люди перестраиваются, как будто есть обжитое место. Люди заново возводят там дома на старых фундаментах. Но там был колодец Яковлев. И Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Около шестого часа по евангельскому времени. Это значит, по-нашему, где-то полдень. Полдень, чуть за полдень, может быть. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Вот, внимание, женщина приходит из Самарии, видимо, из этого Сихаря, чтобы почерпнуть воду. Но, скорее всего, она из Сихаря там приходит. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Смотрите, Иисус сидит у колодезя, учеников отправили. Ученики ушли, скорее всего, пока они шли, они женщину видели. Женщина, видать, навстречу им шла. То есть ученики в одну сторону, женщина идет, там дорожка одна. Женщина приходит к Иисусу. И, друзья, вот сколько я слышал про поведение Самарянки, моим девчонкам, конечно, вот обычно все говорят, вот она была такая плохая женщина, она блудница была. Вот, ну там основываясь на том, что позже она сообщает факты там о себе, точнее Иисус они факты сообщают, и она соглашается с этими фактами, говорит, что у тебя было пять мужей, и сейчас у тебя тоже, и вообще даже тебе не муж. И вот я слышал, постоянно в проповедях, она, то есть Самарянка, да, она была блудница, да, она была то-се-то. Друзья, кто верит, что она была блудница, серьезно? Я вот не согласен, что она была блудница, вот честно. И кто-то скажет, ну как, как ты не согласен, как ты можешь быть не согласен, да? Слово Божьим противоречит, что мне пять мужей было, и что? Да, у него было пять мужей, да, сейчас возможно проживет в Дуде. Вы понимаете, мы очень любим быстро давать, знаете, какие-то вот негативные определения, негативные клише другим людям, понимаете? Мы не разбираемся. В Санкт-Петербурге, в российском, настоящем Санкт-Петербурге, в русском музее, кстати, предпочитаю русский музей и Эрмитаж. Все почему-то приезжают, там Эрмитаж, Эрмитаж, мне скучно на Эрмитаже, там однезападные эти художники, что там делать? Русский музей, вот иди туда, там вся широта. Вся широта в России представлена, там в картинах, там и Поленов тебе, и Саврасов, и Репины, и все. И вот там картина Поленова, Иисус и грешница. Но это не та картина. Иисус и грешница, это когда приводят Иисусу вот эту грешницу для побиения камня. Побиения, да? И от нее через два-три зала менее известная картина «Иисус и самарянка у колодца». Это небольшая картина, реально. Вот Иисус и грешница, это большущее полотно на всю стену. Ну вот, как вот эта вся стена, вот такого размера, наверное, полотно. А Иисус и самарянка, это не очень-то большое полотно, на самом деле, может быть. Ну вот так вот, оно больше скорее как эскиз даже, да? И поэтому немного людей на него обращают внимание. Это очень хорошая, это очень красивая картина. Вот. И когда вы стоите, ну, автор, конечно, свое понимание этой темы вложил туда. Там Иисус, Иисус очень красивый, Поленова всегда выходит. И самарянка, самарянка красивая. Но мне не нравится во всех полотнах, когда изображают самарянку, она слишком молодая для женщины, у которой была 5 мужей. Вот серьезно. Обычно рисуют такую молодую-молодую женщину. Ну, лет 20-25, может быть. Да, понятно, что, допустим, в те времена люди выходили замуж, женщины выходили замуж, ну, довольно рано, да? Может быть, лет в 15-16 уже их выдавали, заколын, там, свадьбу отплясали, все, езжали. Ну, смотрите, сколько лет надо для того, чтобы 5 лет побыть замужем? Серьезно. Сколько лет нужно женщине для того, чтобы 5 раз быть замужем? Сколько лет примерно на одно замужество? 5 лет, наверное. Ну, вот смотрите, вот смотрите, мое предположение, мое предположение, что здесь случилось. Помните историю Анны из Ветхого Завета? Анна была замужем за Елканой. Елкана любил Анну. Анна была любимой Елканой, но у Анны была проблема какая? Анна не рожала. И прошло какое-то время, год, другой, третий, четвертый, Анна не рожает, и что делает Елкана? Говорит, Анна, я, конечно, люблю тебя, но я привожу новую жену. Ну, потому что новая жена мне будет рожать. Я люблю тебя, но ты мне не рожаешь, а мне нужны дети. Поэтому извини, Анна, но тебе придется делить меня теперь с другой женщиной. Я буду по-прежнему любить тебя больше других. Конечно, ну что ты, я буду любить тебя больше других, и правда тебя сильно люблю, но идей буду делать с другой. Представляете, сестры, такую ситуацию? Вот представьте себе боль Анны. Вот молодая девушка выходит замуж, лучшие ожидания какие-то, да, то есть она думает, вот у меня будет семья, у меня будет любящий муж, мы будем жить по большим заповедям, да. А любящий муж однажды говорит, ну, как бы заповеди, да, одна мужчина, одна женщина, это, конечно, хорошо, но мне нужны дети, Анна. Но я, по милости, не буду с тобой разводиться. Вот. То есть она была честная, видать, она его не изменяла ничего, поэтому, но другую жену себе возьму. Ну, в те времена, это описываемое время, это время судей, израильтяне имели закон и сильно по нему не жили. И поэтому мы читаем, там, две жены было, три жены было у человека, там, несколько жен, потому что, когда ты этот закон имеешь, но не живешь по нему, ну, тогда что хочешь, может быть, да. Вот в эти времена, про которые мы читаем евангелитя, там уже совсем по-другому. Ну, там, в Рисеи, в Садукеи жесткое такое общество построили, ну, только попробуй, там, сразу тебя камнями там вобьют, там, все, тут уже тут речи о двух женах быть не может. Только правители тут себе позволяют жену друг друга воровать, как царь Ира, например, да, у брата своего Филиппа жену украл. Ну, а так, в основном, простой народ им, они живут по правилам. И, соответственно, что по правилам? Вот если женщина, вот я думаю, знаете, эта самарянка, она вышла тоже замуж, пожила-пожила. И, знаете, детей нету. А знаете, почему я думаю, что у нее нет детей? Потому что кто должен ходить за водой? Разве она должна была ходить за водой? Это дети должны были ходить за водой? Это обязанность детей была таскать воду. А здесь она в полдень идет сама одна. И поэтому чисто у нее предположение, что она побыла замужем, и муж, который клялся, я там, люблю, буду любить и так далее, он потом говорит, знаешь, я с тобой развожусь, потому что мне дети нужны. И вот состояние ее души, ее страдания, и потом она второй раз, надежды было обновились, ну, может быть, сейчас получится. И нет. Видимо, она красивая, ее берут уже и в третий раз. И пять мужей было у нее, а потом что? А потом уже и замуж ее никто не хочет брать. И уже и достаются вообще даже не сливки, а ну, уже что осталось. И тот уже замуж ее не берет, уже даже и без брака. То есть, представляете, я думаю, что это была женщина лет сорока-сорока пяти уже. И все надежды для нее кончились. Вот серьезно. То есть, смотрите, я хочу сейчас сказать, там, где люди видят грешницу, Бог видит страдающую грешницу. Разницу чувствуете? Где люди видят грешницу, Бог неизменно видит страдающую грешницу. И вот эта самарянка, она страдающая грешница. И Иисус ждет ее у колодца. Вот представьте себе, вот этот город Сихарь, да? Если вы посмотрите там на карте или в гугле Марс, то вот этот городишко, он там примерно на том же месте и стоит. От него, ну, в одну сторону находится этот колодец. В другую сторону находится поток, ручей. Время весеннее, ручей еще полон воды. Понимаете? Вот есть колодец, в котором вода стоячая. Есть ручей, в котором вода бегущая. Куда вы пойдете за водой, друзья? Где вода вкуснее? В ручье вода вкуснее. Почему? Потому что там она насыщена кислородом. Там это проточная вода. В этом колодце вода, он до сих пор есть, это очень глубокий колодец, порядка 30 метров, говорят, колодец. В этом колодце вода беговатая. Понимаете? Она не такая вкусная. Она затхлая, стоячая вода. Вот. Ну, то есть, если есть выбор, вы пойдете скорее к ручью. И, скорее всего, все жители города ходили к ручью за водой. Но не она идет к ручью. Почему? Потому что стыд. Потому что упреки. Потому что против нее местные настроены. В те времена очень-очень позорно было для женщины быть неплодной. Бездетной. Люди насмехались над такими. Люди таких не очень уважали, напоминали ей. То есть, я думаю, опять, что это просто очень глубоко несчастная женщина. Для которой вот реально свет уже потух. Жить в нее, как эта вода, за которой она идет к этому колодцу. Такая же горькая, с таким же затхлым привкусом. Понимаете? Вот мое видение этой женщины. Ну, это опять, я просто чисто говорю свое мнение. И вот представьте, она идет к этому колодцу. И думает, ну вот, сейчас приду, опять зачеркну этой горьковатой воды. Застоявшейся, затхлой, там, с листьями, с песком, зачеркну. Вместо того, чтобы пить эту вкусную воду, которая в ручье, она приходит к колодцу, и что она видит? Два колодца. Вместо одного. Один колодец, тот, который она помнит. А другой колодец сидит на этом колодце. Ну, как полагается, одетый, вот как мы его рисуем обычно, сидит и ждет ее. Кто знает ту культуру, вообще культуру Востока, культуру Ближнего Востока, женщины к незнакомым мужчинам не подходят. Ей нужно, чтобы он с колодца отошел, чтобы она к колодцу подошла. Понимаете? Вот такая культура там. И до сих пор там. А он сидит, он ее ждет. Серьезно, я считаю, что Иисус ее там ждал. Иисус же все знает. Иисус прекрасно знает, что когда его ученики пошли в город, что она придет. Ему нужна была встреча, ему было рандево именно с ней. Она была нужна ему для разговора. И вот она приходит, она не сразу поняла, что это тот колодец, который ей нужен. И она все еще думает, что ей нужен старый колодец. И поэтому вот она подходит, скорее всего. Возможно, Иисус отходит, чтобы пропустить ее колоссы, чтобы она могла ее сжигнуть. И там реально место такое узкое. Вот. И Иисус говорит ей, вдруг он с ней заговорил. Вообще, она видит иудеи. А с этими мы не разговариваем. Можно хмыкнуть только, можно ведром попринчать. Подходит к этому колодцу, и тут он ей говорит, дай мне пить. Ничего себе. Поэтому, смотрите, первая реакция у нее, моментальные слова. Она говорит, подожди, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо, ну, я тебе сообщаю, общеизвестные факты, иудеи с самарянами не сообщаются. Такого быть не может, чтобы я не ослышалась. Ты сейчас пить попросил бы меня, что, серьезно? Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе и подчеркнуть нечем, а колодец глубок, 30 метров. Откуда же у тебя вода живая? Опять, тут многие проповедники, когда об этом говорят, вода живая, они, знаете, в русские народные сказки впадают. Это, знаете, в русских народных сказках есть там живая вода, молодильные яблоки. Царь там съел и такой записал розовый весь, он там все сразу поволодел. Типа вот это, друзья, это вода не из той оперы. Буквально на греческом воде вода живая означает вода текущая, вода проточная, вода свежая. Он говорит, я сижу на этом колодце с затхлой водой, но если бы ты знала, кто я, я бы дал тебе воду, которая вот, я бы дал тебе такую жизнь, которая по сравнению с твоей затхлой жизнью, как вот эта вода и та вода, которая течет в ручье. Живая вода, бегущая вода, насыщенная кислородом вода. Вод говорит, я могу дать такую жизнь, я дал бы тебе воду живую. Если бы ты знал, женщина говорит, да тебе из этого таководца нечем зачерпнуть. Сидишь, ждешь меня, чтобы я тебе налила горькой воды. Сам-то просишь, чтобы я тебе горькой воды, ты налила, а обещаешь тут воды живые, реки пресной воды и так далее. Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Ну, тут поправочка. Яков буквально им не отец, потому что самаряне породу не произошли от Якова. Они были приемлены, как я уже объяснял перед этим, да? Они были перевезены в ту землю, но они стали считать Якова своим отцом, ну, как приемным отцом. А здесь некоторый вызов даже у нее в словах, да? Ну, неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец? Иисус говорит ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять». Говорит, неважно, какой был статус человека, который этот колодец выкопал. Яков был великим человеком. Согласен. Но эта вода, каким бы великим ни был человек, и какую бы он воду ни произвел, ни выкопал, ни дал людям, ты попробуешь, и все равно тебе придется вернуться, потому что ты заново будешь жаждать. Какой бы великий человек, он удовлетворяет жажду только на короткое время. Только на короткое время. Вот и все. Какая бы ни была великая идея мирская в этом мире вообще, неважно, какая идея, самые лучшие, возьмите, там, не знаю, любовь, братство, счастье, там, и так далее, там, патриотизм, там, и прочее, там, эти все равенства, все эти французские революции, там, и прочее, любую идею грандиозную возьмите этого мира, она только на какое-то время может человека удовлетворить. Только на какое-то время. Например, Виктор Коко в его времена считал, что идея французской революции – это самая вообще грандиозная идея для всего мира, которую вообще всему миру нужно взять. А он берет и пишет «отверженные». И когда ты читаешь этот роман, ты понимаешь, что вообще есть идеи, христовые идеи, по сравнению с которыми все идеи этой великой французской революции – это тьфу просто. И человек, который попробовал то и другое, он говорит «нет, христос лучше». Так, по крайней мере, решает герой отверженных. А кто будет пить воду, которую я дам ему, говорит Христос, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечно. Иисус расшифровывает и говорит «нет, я не говорю о буквальной воде». Я не говорю о буквальной воде, которую можно почтнуть. Я говорю о воде в переносном смысле. Я говорю о воде в духовном смысле. Я говорю о том, что питает твою душу. Твоя душа жаждет. Друзья, ее душа жаждала. Это была страдающая женщина. Ее душа жаждала утешения. Ее душа жаждала Бога. Иисус говорит «Я могу дать тебе удовлетворение твоей духовной жажды». Я – ответ на твой духовный поиск. И женщина говорит ему, говорит «Господин, так дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать эту воду, от которой я уже устал, которая не удовлетворяет меня, которая не отвечает на мою душевную нужду, на мой душевный поиск. И тогда Иисус говорит, странно говорит, вроде бы, да, он говорит «Пойди, позови мужа твоего и приходи сюда. Я буду через мужа твоего разговаривать». Причем знает прекрасную ситуацию. Но он хочет знать, что она ответит ему. Это помните, когда Господь в саду райском говорит «Адам, ты где?» Узнает же где, но дает шанс Адаму ответить. Ответить правильно. И Адам не справился с шансом. И Иисус говорит «Ну, давай мужа приведи жена». А женщина говорит в ответ «У меня нет мужа, но она так скрывает». Понятно, да? По правду такой «У меня нет мужа». Иисус говорит ей «Ну, правда ты сказала, что у тебя нет мужа?» Прошла ты тесто частично. «Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Дальше, смотрите, это очень показательно про эту женщину. Женщина говорит ему «Господи, вижу ты пророк». То есть, смотрите, любая другая женщина, скорее всего, на этом месте, начала бы спорить о том, кто муж, кто не муж, и вообще начала бы себя оправдывать. Но не это. Представляете, что эта женщина, как только она сталкивается с человеком, который, вот, он пророк, она говорит «Слушай, у меня есть богословский вопрос, который давно мучает меня». «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где нужно поклоняться, находится в Иерусалиме». Вот уж меньше всего я божидал этих слов от женщин. Серьезно, тебе пророк встретился, спросил у него, не знаю, ну, будут ли у меня дети, выйду ли я когда-нибудь нормально замуж, ну, наконец, не знаю, там, пять цифр, которые выиграют лотерею, или еще, ну, спроси, что-нибудь такое насущное. Ну, вы представляете, она задает ему богословский вопрос. О чем это говорит? О том, что она думает. Понимаете? Она, оказывается, она искала. Оказывается, она задавалась этими вопросами. Оказывается, когда вся остальная масса, вокруг нее они сильно задавались, а вся остальная масса была уверена, что поклоняться надо вот на этой горе. А вот те, которые говорят, что нужно поклоняться в Иерусалиме, они вообще не правы. И люди делают себе такие установки, и они не задают вопросов. Почему? А она думала. А она об этом переживала. Она хочет знать, где нужно правильно поклоняться. Знаете, почему это вот? Потому что она нигде не могла поклоняться. А, видимо, она хотела. Она могла поклоняться на горе? Нет, не могла. Знаете, почему? Потому что у нее репутация такая. Ее не пустили бы на гору. Она могла поклоняться в Иерусалиме? Нет. Почему? Потому что она самарянка. Кто же туда пустит? Там был двор язычников на дворе, а самарян там не было. Самарян туда даже и не пускали, вы понимаете? Вы представляете ситуацию? Женщина хотела знать, где можно поклоняться Богу. Для чего? Из пустого любопытства? Просто, чтобы ответить на вопрос к асфорде или чего? Она хотела поклоняться Богу, но возможности поклоняться Богу были закрыты для нее. И как только она встречает того, кто пророк, она спрашивает самое главное. А самое главное для нее, где поклоняться? Где я могу поклоняться? Вот такой человек, как я. Вот такой человек, как я. Погибший, брошенный. К человеку, у которого жизнь разрушена. Человек, которому вообще ничего хорошего уже не светит. Женщина, которая уже нормальный мужчина, замуж не возьмет никогда. где я могу поклоняться Богу. Понимаете, общество вокруг нас, оно жестокое к таким людям. Почему? Потому что мы любим себя. И о себе мы думаем, что по сравнению с таким человеком я выражу намного лучше, и поэтому я могу его обновить, травить и вообще не давать ему ходу, не давать ему спуску. Мы жестокие по отношению к другим людям. Но где Бог, где люди видят грешницу, там Бог видит страдающую грешницу. И в первую очередь Иисус видит вот ее нужду эту. Для этого Он и ждет ее там, у этого колодца. Она говорит, где поклоняться? Не знаю, я прям, я сейчас не знаю. Я в себя просто вижу в этом. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Он объявляет ей это время. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Какие простые слова. Как много в них силы, как много в них глубины, и какой в них замечательный отрез. Он говорит, женщина, тебя обманули. Ты думаешь, что главное в поклонении это правильное место? Может, ты думаешь, что главное в поклонении это правильные люди, которые выдают тебе рецензию на поклонение, которые допускают тебя, поклонятся тебе или нет? Ты думаешь, национальность решает это? Здесь чудесная игра слов идет. Чудесная игра слов, в которой многие люди, которые не знают еврейского языка, они ее упускают, это игру слов. Точно такая же игра слов, она идет в словах апостола Павла в послании к Эмбинам в конце второй главы. Смотрите, он здесь упоминает слово иудеев. Как переводится иудей с еврейского языка? Йогуды. Как переводится иудей, иуды с еврейского языка? Кто знает? Ядав, значит, поклоняющийся. Поклоняться. Значит, йогуды это поклоняющийся Богу. Тот, который поклоняется Богу. Понимаете? То есть, представьте себе народ, который называется поклоняющийся Богу. И при этом они постоянно вновь и вновь ведут себя так, как будто они поклоняются вовсе не Богу. За что Бог наказывает снова, снова, снова и снова. То есть, народ, имеющий название, от этого народа Бог произведет Иисуса Христа в свое время, почему говорится спасение иудеев, Господь сохранял иудеев, чтобы Христос родился через них. Ну вот, смотрите, вот так ростов. Но настанет время и насторожие, когда истинные йогуды будут йогуды отцу в духе истине, ибо таких не поглядь, себе ищет Бог. Отец ищет себе. Бог есть дух, и йогуды ему должны йогуды в духе истине. Другими словами, кто настоящий иудей? Настоящий иудей это не тот, кто по наружности таков, и не то обрезание, которое наружно на плоти. А кто настоящий иудей? Кто внутренне таков? У кого сердце обрезано, а не плоти. Понимаете? Кто настоящий иудей? Есть внешние иудеи, есть настоящие иудеи. Люди смотрят на внешних иудеев, и они говорят, о, они и есть настоящие иудеи, смотри, у него нос, у него пенисы, у него костюм соответствующий, все, вот это иудеи. Бог смотрит и говорит, да нет, синагога сатаны, по-моему. Настоящие иудеи это те, которые поклоняются в духе и в истине. Вот они и есть настоящие иудеи. Если ты поклоняешься в духе и в истине, неважно какого ты народа, хоть там будь ты американец, хоть ты будь киргиз, хоть ты будь русский, глаз узкий, нос плюский, неважно, ты уже что? Настоящие иудеи. Как только ты пришел к Иисусу Христу, как только ты смирился при Нем, как только Христос стал твоим спасителем, ты иудеи в глазах Божих, ты и есть настоящий Израиль. Они поддельные, они ложные, они там обвешивают себя всеми этими это самое, и вот коробочки всякие, пятые, десятые, внешние. А что Евангелие говорит? Не тот иудей, кто по наружности таков. Не тот. Ну как это у меня в десятом поколении? Не тот. Не тот. А тот, кто внутренне таков. И вот эта игра слов она здесь по-русски не видна, а по-еврейски мы читали, а Иисус по-еврейски это говорил, вот если мы это по-еврейски почитали, мы бы поняли, Отец ищет себя. Иисус сообщает истину, говорит, знаешь, для чего я здесь? У меня здесь миссия такая, поиск. Отец послал меня. Я для Отца сейчас ищу истинных поклонников. Я ищу тех, которые будут поклоняться Ему в духе и в истине, чье поклонение не будет зависеть от географического положения, принадлежности к какой-нибудь определенной нации, родства, пятая, десятая и тому подобное. Я ищу тех, для которых главным определяющим будет это что? Дух и истина. Вот этих людей я ищу, говорит, Отец небесный. Потому что Бог есть Дух и соответственно поклоняющиеся Ему настоящие иудеи должны быть иудеями в духе и истине, а не в плоте только. И не в генеалогии там паранословной какой-то. И здесь женщина эта Сомоленко снова удивляет меня. Представляете? Она говорит, я знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Если бы фарисеи какие-нибудь там слышали эти слова, они бы сказали, что здесь сиди женщина со своими суждениями, тебе не говорить о высоких материях. Твое дело вообще киндер-тюхен-кирхом, церковь, дети и кухня, ты тут размышляешь о богословии, что там Мессия придет. Друзья, послушайте, второй раз она уже выдает, то, что у нее на сердце. То, что она ищет, то, что она ждет, то, что она хочет. Иисус говорит ей, это Я, Который говорю с тобой. Вот напрямую. То есть, представляете, вот ее слова означают, она не просто говорит, я знаю, что придет Мессия, то есть, она так смотрит на Него и говорит, подожди, подожди, я знаю, что придет Мессия, не ты ли это? Ну, серьезно, не ты ли? В это время пришли ученики, его и удивились, что он разговаривал, смотрите, они удивились, что, во-первых, он с женщиной разговаривал, с самарянкой разговаривал, но в те времена это не было принято вообще, чтобы мужчина с женщиной разговаривал. однако же ни один не сказал, что ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда, внимание, женщина оставила водонос свой и пошла в город. Зачем она пришла, кто помнит? Нет, зачем она пришла к городскому? За водой. И что случилось? Вдруг ей не нужна вода? Почему? Потому что она нашла воду жизни в Иисусе. Она находит воду в Иисусе, живую воду ей дает Иисус, проливает внутрь ее, прям в душу ее. И она прям чувствует эту жизнь в ней, новую жизнь, которая возрождается в ней. Она уверовала в Стану Божию. И она бросает эти водоносы, которые уже не нужны ей. Все уже, хватит, у меня другая вода. И она пошла в город и говорит людям, пойдите, посмотрите, человека, который сказал мне все, что я сделал, не он ли Христос? Мы, некоторые думают, что не он ли Христос, типа, проверьте для меня. На самом деле, здесь буквально оборот такой, ну, разве не он ли Христос? Ну, кто еще может быть Христос, кроме него? Не он ли Христос? Действительно. Уж если не он Христос, то я не знаю, кто Христос. Понимаете? Вот уж она говорит им с убежденностью. Они вышли из города и пошли к нему. Между тем, ученики просили его, говоря, равви, ешь. Разговоры Иисуса с учениками мы припережем на следующее воскресенье. Зачитаем историю про Самаряна. С 39 стиха. И многие Самаряне из города того уверовали в него по слову женщины свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Вот женщина проповедница привела эти души этих людей к спасительной вере в Иисуса Христа. Мы даже имени ее не знаем. Представляете? Сколько тысяч, десятков тысяч таких безвестных Самарянок, которые, вот как она, приводили целые города, целые поселки к вере в Иисуса Христа. Представляете? Один человек, одна женщина страдающая со всего поселка. Иисус не пошел на речку, где другие ходили, удовлетворенные собой или неудовлетворенные собой, самодовольные или несамодовольные, не знаю, он не пошел туда, он ждал одну женщину, которая придет, потому что эта женщина, это ключ ко всему дому оказывается. И как только он открывает ее сердце для Господа, она идет, пользуясь этим ключом, моментально весь город знает о том, что-то за что. и многие уверовали в него. И поэтому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня. Вы представляете? Из иудеи, иудеи, те, которые, ну вот они, вот самые, они должны, они-то Бога знают, они из иудеи его выгоняют. А в Самаряне, в Самаре, и Самаряне его удерживают. Говорят, останься с нами. Ну хотя бы два дня побудь с нами, пожалуйста. И еще большее число уверовало послово его. А женщины говорили, уже не по твоим речам веруют. С нами уже, все сами. Сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. Я представляю шок учеников. Я представляю их лица. Когда Иисус говорит, ребята, оставимся здесь на пару дней. Иисус, ну это Самаряне. Ты что, мы с ними не общаемся? Иисус говорит, ну, мы теперь будем общаться с ними. Ну как? Потому что они теперь настоящие иудеи. Как они могут быть настоящими идеями не Самаряне? Друзья, вы смотрите на внешнее. Вы на внутреннее смотрите. Эти люди, эти потеленные иудеи, они пришли, они пришли к Спасителю душ, к пастыре доброму пришли. Они теперь, вот они и есть ваша семья. Оставайтесь здесь со мной на два дня, будем с ними проводить время. Он их там учил, они к нему приходили, они задавали ему наверняка многие вопросы, а инициатор этого всего одна женщина. Одна. вот бы нам одну такую женщину в Сарасоте найти. А может она уже тут сидит? Не, серьезно? По-любому сидит. Может быть эта женщина уже здесь сидит. И может эта женщина уже поняла, что это про нее. Что она сейчас может вообще вот этот реки прям бурным потоком, не Алярским водопадом, реки вода живой, вот в ее жизни так фу! И она такая выходит и идет и говорит смотрите, слушайте, что Иисус сделал для меня в моей жизни. Друзья, переворачиваем назад страницу Библии. Кто помнит, чем заканчивается третья глава? Кто помнит? Верующий в сына и не честь без что не верующий в сына. Вот давайте погромче сейчас это сильно прямо скажите эти слова, пожалуйста, я сейчас микрофон еще дам. вот так с выражением эти слова выдайте нам, пожалуйста. Я подержу. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а не верующий в сына не увидит жизни, но не позже пребывает на нем. Аминь. Смотрите, всегда, когда в Библии делается какое-то сильное, громкое заявление, подобное этому, заявление, подобное этому, где говорится, что верующий в сына имеет жизнь вечную, следом за этим заявлением будет что? Иллюстрация этого заявления. Представляете? Вся эта история, которую мы сейчас прочитали про самарянку, это что? Это иллюстрация вот этого заявления. И Акция заявила в Иисусе. Он говорит, я знаю, верующий в сына имеет жизнь вечную. И вот вам иллюстрация жизни самарянки. Как только она встречается с сыном Божиим, необратимые изменения происходят в ее сердце, происходит в ее душе, происходит в ее разуме, происходит в ее психике. Она больше не скрывается, она больше все, Христос забрал все, он дал ей покой. Она идет спокойно встречается с обидчиками, с теми самыми, которые ее наверное угнетали, за которых она не могла к этому колодцу идти. Она говорит, друзья, у меня для вас новость. Что она хочет сказать? Там есть Христос и он во лужу. Мы не такие несчастные, как ты. Вы еще не знаете его, вы не встречались с ним. Идите поговорите. Он есть Мессия. Вы представляете тот народ, который веками, веками, веками ждал Мессию? Просмотрел. А какие-то самаряне несчастные, вообще пришли, они Мессию получили первыми до евреев. Вот это да. Вот давайте мои друзья помолимся о том, чтобы нам не пропустить самое важное в своей жизни. Давайте помолимся о том, чтобы нам не быть такими самодовольными людьми, которые всех остальных считают ниже себя, мы что-то, а вот они ничто из себя не представляют, самая ничего, что-то. Потому что Бог ищет поклонников в духе и в истине. А что такое истина? Истина это евангельская истина. Истина говорит очень просто, она говорит, ты без Бога погибший, тебя без Бога после твоей смерти ждет ад, и вся твоя жизнь сейчас без Бога это преддверие ада. В ней есть небольшие радости, но они кончатся, как качается все. Твоя жизнь это будущий ад. Вот и все, что тебя ждет. И поэтому тебе нужен Христос, его спасение. Истина в том, что невинный Сын Божий умер на кресте вместо нас. Воскрес на третий день. Христос воскрес! И он царь. Он царствует в сердцах тех, которые принимают его. Он дает новую жизнь. Он изливает реки воды живой. Реки такие, что из тебя начинает вода оттечь и переливаться еще к другим. Ты становишься свободен от прошлого греха. Ты становишься свободен от предрассудков, от неприятия, нелюбви, от ненависти, от непрощения. Ты становишься постепенно свободен от всего этого. Бог освобождает тебя самим собой, для самого себя. Помогимся.